Студия 89,9. Концертный зал. Добрый вечер, друзья! Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. Четверг, 6 вечера, концертный зал открывает свои врата, свои объятия. Александра Хайрулина. Роман Шахов. Привет огромные, друзья! Сегодняшний концертный зал имени Jazz Dance Orchestra. Мы правильно сказали. Итак, ребята, наши дорогие зрители и слушатели, вот вы сейчас видите, у нас очаровательная Дарья Леман, солистка Jazz Dance Orchestra. А все камеры здесь поймают тебя, Дашенька, ты смотри, поэтому на нас улыбайся широко. И музыканты. Но это, конечно, мало того, надо сказать, что в коллективе сколько всего в Jazz Dance Orchestra музыкантов? Ну вообще, когда как, максимальный состав, наверное, 10. Бывает и больше. Да, человек 10. Наша студия, кстати, не может себе, роскошь такую позволит, разместить всех 10 музыкантов. Поэтому мы сегодня чуточку попросили коллектив ужаться. Мы очень старались. Да. Ну и сейчас, на эту самую минуту, не все наши гости расположены в студии, потому что часть сейчас будет по одному заходить. Мы ждем худрука. Вадим Зайдин вот-вот подойдет. В общем так, начнем тогда вот с чего программа. Совсем недавно Даша была у нас в гостях вместе с Вадимом. И было это как раз в канун предстоящего их концерта в Кремле. Это, конечно, наш первый вопрос. Даша, как прошел концерт? Как все состоялось? На самом деле концерт прошел супер. Здорово прошел. Эмоции, все. Сначала, конечно, для меня немножко так было с опаской все-таки. Для меня это было такое первое выступление на территории Кремля вообще, в принципе. Да, конечно, значит, очень. Вот. Но, в принципе, все прошло очень хорошо. Ну, у нас всегда хорошо проходит. Понравилось тебе в Кремле выступать, скажи. Ну, прекрасно. Даша, вот ваша команда работает на стыке. То есть вы играете и для профессионалов джаза, и для любителей, и для тех, кто может быть джаз впервые слышит. Друзья, подождите. Аплодисменты. Аплодисменты руководитель джаз-дэнсон-фестра. Вадим Зайдин. Значит, мы тогда что сделаем? Вопросим. Вопросим тогда сразу, наверное, исполнить песню, а потом представим весь коллектив. Давайте тогда сделаем. Вадим, добрый вечер. Добрый. Вот я в первый раз вижу, чтобы труба была красная, представляешь? Вот уже креатив. Очень красивый, невероятно. Очень красивый. Пепитры, фантастические рубашки, очень красивые у наших сегодняшних гостей. И впервые максимальный состав у нас такой прям экспериментальный сегодня выпуск. Так много людей, да, первый раз? Да, да, да. У нас сразу вопрос. Пожалуйста. Мы всегда обычно задаем зрителям русские песни или английские. Английские. Какие? Какие вы желаете? Ну, вообще у нас телерадиоканал, который транслирует русскую музыку. Но есть у нас программа зарубежных, в которой звучат зарубежные хиты. Поэтому мы вас попросим сегодня так. Ну, наверное, большую часть. Ну, микс, конечно, сделаем. Большую часть делать русскоязычных. Ну, слушайте, мы так программу позависимаем. Есть, наверное, такая визитная карточка. В опуснице, что ли? Много визитных. Из любой песни делаем визитные карточки. Давайте начнем с русскоязычной какой-нибудь. Давайте с русскоязычной. Тогда Коробейники. Опа. Вот так вот. Ничего себе. Джаз-дэнс-окестра, друзья. Друзья, программа «Концертный зал», телерадиоканал «Страна.ФМ». У микрофона Дарья Лимана. 204% живого звука. Все это сегодня здесь для вас. Музыканты настраиваются. Музыканты настраиваются. Музыканты настраиваются. Ой, полным полна коробушка. Есть из ситицы порча. Пожалей, моя зазнобушка. Молодецкого плеча. Пожалей, моя зазнобушка. Молодецкого плеча. Катя 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 А порожница коровушка На покров домой приду А тебя, моя зазнобушка Божью церковь да поведу А тебя, моя зазнобушка Божью церковь поведу Только знает ночка темная Как поладили они Распримись ты, рожь высокая Тайну свято сохрани Распримись ты, рожь высокая Тайну свято сохрани Распримись ты, рожь высокая Попросите Дарью или Вадима представить и остальных музыкантов И мы это делаем с удовольствием Михаил Трегубов Барабаны Барабаны, Миша, привет Евгений Игнатов Саксофон Женя, несколько аккордиков возьмите Потому что кто-то нас не смотрит Кто-то не знает, что такое саксофон Нельзя, простите Что-нибудь Это что было? Это не аккорды, это что-то другое Несколько, да, дальше Андрей Данилин, бас-гитара Андрей Андрей, добрый вечер Проявите себя Дмитрий Яковлев Клавиша Клавиша А вот, кстати, к слову Дмитрия Яковлева Во мне в ушки немножечко Дайте в уши даже Дмитрия Ребят, сколько уже существует такой состав, Вадим? Такой давно существует, 13 лет Уже проверенные бойцы Проверенные меньше Хорошо Я хочу спросить, Ром, вот что Порошедший концерт не так давно был в Кремле Скажите, были ли прецеденты, когда охрана не пускала народ Усаживала на место, привязывала к стульям Потому что музыку вы подаете так и делаете Но сложно усидеть, честное слово Даже в Кремле, ребят Даже нам таким уже Вы вставайте, не сидите, давайте танцуйтесь с нами Так они боятся Каждый раз Боятся, что их охрана привяжет Каждый раз Каждый раз, да? В общем, сложности с этим возникают Ну, действительно Но хорошая новость есть У вас же еще будет концерт, на который можно попасть Для тех, кто не смог попасть в Кремль Рассказывайте, где в ближайшее время 27 апреля Точно 27 апреля где? Театр Дуров Не театр, а арт-клуб 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 Дуров Да-да-да-да Мы сейчас как раз занялись этим поплотнее Нашими именно песнями А сейчас вот мы пока играем Что с альбомами, ребят? С чем? С альбомочками С альбомами Альбомов, ну, не помню, говорил, может быть, в прошлый раз Альбомов много Мы их не считаем А у нас просто Мы перманентно пишемся на студии Постоянно просто И поэтому записали Альбомы текущие такие Альбомы записали Музыкальный журнал Just Dance Orchestra, понимаешь? Да Там, ну, вещей много Постоянно они делаются Превращаются в альбомы, в диски Ну, диски сейчас, наверное, не сильно актуальны Хотя, если их выпустить, то это как раз А может быть винильчик? Что? Винил? Может быть винильчик, да? Может быть виниль Может быть, а почему нет? Может быть, может быть Тогда надо будет дарить вместе с проигрывателем Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым Они успевают все Они делают селфи Они договариваются о программе Потому что они профессионалы Джаз Дэнс Окестры сегодня в концертном зале Программа в концертном зале Это большое счастье И мы, конечно, хотим воспользоваться случаем, что называется, и моментом И попросить сегодня наших гостей сыграть как можно больше Ну и сколько успеем И спеть, конечно Что сейчас будем слушать? Сейчас споем уже другую песню Уже не на нашем родном языке Но не менее клевую Современную Я думаю, что вы ее все знаете Love Don't Let Me Go Она называется Это песня Дэвида Гетты Он является и композитором, и продюсером, и вообще диджеем Так что И слушателем И сейчас нашим зрителям, конечно Через интернет нас смотрят Поэтому сейчас мы его песни исполним Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Друзья, глаз от нее невозможно отвести, когда она... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда она выступает, Даша Лиман, спасибо огромное. Заданс Окестры. Ну как же все-таки важно, понятно, что руководители очень важны, музыканты профессиональные, чтобы были тоже очень обаятельны, это важно. Но солистка, простите, конечно, вытягивает все-таки, да, основное такое лицо, и все равно ты... Специально ей поставили, чтобы она немножко отдохнула. Чтобы вытягивала, чтобы они отдыхали, а я вытягивала. И я, конечно, понимаю, Вадим, почему ваш выбор пал именно на Дарью Лиман, когда вы выбирали себе солистку. Конечно. Никаких сомнений здесь не может быть. Она оказалась единственной среди многих. Здесь и актерский, и правильный, и искренний, и, конечно, вокальный, у меня совершенно сомнений. Даша, скажи, пожалуйста, кто тебя, вот как певицу сформировал, да? Какая началась твоя музыка в детстве? Моя музыка началась с самого... Педагоги. ...с самых пеленок, можно сказать. Тебе скрипку сразу положили, да, в колыбельку? Можно сказать так. На самом деле, просто мои родители очень музыкальные, в принципе. Мама у меня пела в церковном хоре, поэтому вместо колыбельных она мне обычно пела церковные песни, вот. И, в принципе, я на этом как-то выросла. А потом я просто увидела концерт, когда, опять же, была с мамой скрипачей. И сказала, мам, хочу играть на этом баяне. Это ты так скрипку назвала, да? Да, я почему-то так назвала. Скажи, баян легко давался, вот, потому что дети там... Вы знаете, я вот сейчас пересматривала как раз недавно запись свою, где я маленькая игра, это ужас. Много ли соседей сменилось, Даша, пока ты росла? Все соседи уже смирились совсем, у нас дома вот так напротив стояли, и все уже знали, что я играю и буду играть, и ничего с этим не поделаешь, поэтому... Даша, а кто тогда из вокалистов для тебя стал вот таким же ориентиром, как скрипка в свое время? И, ну, кто-то определил, что точно вот ты хочешь петь вот так вот, как... Ну, вот, например, джаз, да, вот это вот прям... Ты в нем растворяешься сейчас. Знаете, я вот, к сожалению, не могу сказать кого-то конкретного. Я вот пытаюсь... Я много чего слушаю, но не могу отдать кому-то предпочтение. Я бы, наверное, отдала предпочтение скрипке, это она меня и научила петь, потому что это сродни голосу, введение музыкальной линии. По-моему, вот Магомаева виолончель учила, если я ничего не путаю. Тоже очень. Это вообще очень хорошо, когда инструменталист-вокалист. Скажи, пожалуйста, Дашенька, вот Вадим, он тебе кипочку такую дисков и пластиночек принес после того, как утвердил тебя на должной солистке, чтобы так, да, надо изучить, послушать? Ну, на самом деле, я уже слушала коллектив Джазденс Оркестр, поэтому я как-то была в теме немножечко так. Ну да, принес, пришлось учить, но это все потихонечку влилось, само собой, то есть не было такого какого-то резкого страшного чего-то. А сейчас, Вадим, вот вы делаете, Даш, какие-то замечания там в время репетиции, да? Конечно, я постоянно ругаю. А, ты ругай от меня, только ругай. Знаете, как у нас тоже говорил мастер-режиссер, она говорит, пусть вас хвалят другие, а я буду ругать, я буду делать замечания, корректировать, что-то поправлять, поправлять, поправлять. Ну, а мы-то здесь для того, чтобы... Наслаждаться хорошей музыкой. Радоваться и хвалить хорошей музыкой. Дело в том, что у меня вопрос, опять же, вот к Даше. Музыка тебя вот над этой повседневной серой бытовухой поднимает, или что-то еще есть в твоей жизни? Или ты музыку. Да. Вот как ты находишься постоянно в хорошем настроении? Спасаешь в нашей стране музыку. Солнца нет, весны нет. Солнца катастрофически мало, но сегодня, да, есть. Сегодня вы пришли и принесли с собой. Да, спасибо большое. Спасибо вам. На самом деле, музыка, да, конечно, она спасает во многом. Ты сидишь дома, и эта пасмурная погода что-то навевает на тебя такое грустное, но иди и поиграй на фортепиано там или попой что-нибудь, и сразу тебе на скрипке поиграй, и будет веселее. То есть у тебя и фортепиано есть. Да, у меня еще и муж музыкант, поэтому у меня вообще все музыкальные, и у меня везде вокруг музыка, поэтому мне не приходится грустить и скучать долго. Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Главное, что джаз-дэнс-окестра сегодня в концертном зале телерадиоканала «Страна.ФМ». Это очень здорово, друзья. Если вы нас слушаете, срочно включайте. 742-й канал Триколор ТВ, гаджеты включайте, заходите на наш сайт. Потому что это важно не только слушать, но и, конечно, видеть и смотреть все, что происходит в нашей студии. Сейчас наши гости ноты расставляют папой Пётром, и мы попросили исполнить. Мы готовы. Что мы будем исполнять песню, которая называется «No Stress», которая всегда актуальна. И еще одну, которую немножечко интригу подержим. Какие, а? Давайте. Продолжение следует... 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 Белую березу заломаю, Лю-ли-лю-ли заломаю, Лю-ли-лю-ли-лю-ли заломаю. Срежу я с березы три прудочка, Сделаю из них я три гудочка. Лю-ли-лю-ли-лю-ли три кудочка, Лю-ли-лю-ли-лю-ли три кудочка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В опале береза стояла В опале кудря моя стояла Субтитры сделал DimaTorzok Мне кажется, что я слышу из Уральска аплодисменты раздаются. А я уверена, что даже березы после этой песни на себя как-то по-другому посмотрели другими глазами совершенно. Классика переосмысленная, Александра, да. Дарья Лиман, браво, спасибо огромное. Слушайте, ну правда, я никак не могла предложить в самом начале. Мне кажется, надо Вадиму еще сказать спасибо за аранжировку. Конечно. Правильно? Гениально. Вадим, а вы хулиган, вот так. Затейник-то какой. Я еще не так могу. Да что вы. Слушайте, а вот песни, может быть, какой-то советского времени, советской эстрады, вот так вот с ними поступаете? Есть какие-то такие? Поступаете? Ну, вы знаете, поступаем, но очень аккуратно. Аккуратно, да. Все-таки мы их любим, уважаем. Ну, наоборот, преподнести их в новом джазовом сиянии можем. По случаю, да. По случаю, да. Если я не ошибаюсь, ты же еще и обучаешь деток, да? Да. Обучаю не только деток. Вообще всех обучаю. Вокалу и игре на скрипке. И всему-всему, да. И тому, и другому. Я думаю, что даже и актерскому мастерству. Как относится Вадим к тому, что приходится, так сказать, отвлекаться от разучивания новых и новых оппозиций. Да, скорее ей приходится отвлекаться от преподавания, потому что мы ее к себе зовем на концерты, и она переносит занятия. Приходится прервать. Двигаешься. Вот так. Ну, Даш, тебе же приходится преподавать, наверное, не только джаз, да? Да, я так понимаю, ты все, наверное, и классику, и... Я, конечно же, по скрипке это классическое. Да, да, да. А если вокал ты преподаешь? А в вокале это эстрадно-джазовый. Можно его, конечно, делить на эстрадно-джазовый, но, конечно, лучше это все совмещать. Берешь за совсем такие вот, ну, страшные, запущенные. Я считаю, что нет человека, который не может научиться петь. Все мы разговариваем. Светой человек, посмотри-ка. Я даже... Воздушный столб, Саша. Надежду подарила человеку, просто невероятно. Дело в том, что... Скажи, пожалуйста, насколько сейчас скрипка популярна среди детей? Или фортепиано больше? Ну, вообще, всегда дети думают, что на фортепиано играть это проще. Родители, наверное, там думают. Которые хотят какую-то изюминку, они отдают на скрипку. А так, в основном, конечно, все больше на фортепиано идут. Но это и база, это хорошо. Фортепиано, это хорошо, конечно. Я вот сейчас подумала, что остальные наши гости, вот ударные, за ударной установки, басы, клавиши, они, конечно, тоже готовы высказать свое мнение на сей счет. Конечно, на своем. Какая команда без ударных и без баса, понимаешь? Клавиши, база. На самом деле клавиши — это основа, потому что это и левое, и правое полушарие работает сразу, и гармония, и мелодия. А скрипка — это в основном только мелодия. Поэтому, конечно, все хорошо. Но как хорошо, что у вас все-таки оркестра, джаз-дэнс. И отдельное спасибо, хотелось бы сказать, за трубы, ребята. Трубы вот дают такой окрас. Труба одна и саксофон, Роман. Да, вот духовые. Давай сейчас попросим ребят еще исполнить, а ты пока изучишь внимательные инструменты все. Нет. Следующий номер нашей музыкальной программы. Даша посмотрела в ноты, там нет букв, но она все поняла. Вадим подсказывает мне, что лучше сейчас исполнить. А я... А ты соглашаешься. А я соглашусь. А мы знаем, чтобы они не исполнили, это будет высший класс. Джаз-дэнс-оркестра в концертном зале телерадиоканала «Страна-ФМ». Играет музыка «Страна-ФМ» 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 «Страна-ФМ» Играет музыка «Страна-ФМ» Играет музыка «Страна-ФМ» но нравится мукачевая хорошие объявления такое до представления Вакуа кузницы О кузнице молодые кузницы Они, они куют, они, они куют Они куют, приколачивают, к себе Дуню приговаривают Пойдем, пойдем Пойдем, пойдем, Дуня, пойдем, пойдем, Дуня Пойдем, Дуня, во лесок, да, во лесок Сорвем, Дуня, лапушок, лапушок Зашьем, сошьем Дуня Сашьём, сошьём, 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 сошь Надевай, надевай Музика Ваку, вакузніце, ваку, вакузніце Вакузніце, молоді кузніці, вакузніце, молоді кузніці Музика Вакузніє Они, вони гoon, вони гUNDці Приколач days Д War tu Поговорю О-о-о-о! Пойдем, пойдем Пойдем, пойдем, Ду'я! Пойдем, пойдем, Дуня, пойдем, Дуня, во лесок, да во лесок Торвем, Дуня, лап ужок, лап ужок Ой, да не ворок, ой, твой красивый сарапат Студия 89,9, концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым Да, друзья, я должна признаться, что мне, в общем-то, впервые в жизни захотелось прям вакузницу Знаешь, я думаю, что металлурги должны эту песню сделать из главных для себя на мероприятиях Just Dance Orchestra, спасибо огромное, фантастическая вакузница, все понятно, да, значит, номер один у слушателей по конкурсу Ребята, в каких самых, может быть, странных местах вам приходилось выступать после вот кузницы хотелось бы спросить Ну, приглашают, понятно, что команда, да, вот где, на яхтах, может быть Может, не для эфира, но я скажу Ага, после эфира, хорошо Нет, я скажу сейчас Да, давайте Нас не закроют, Вадим, нет? Нет, 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 хорошо В данном случае надо сказать, что, да, Вадим сейчас скажет, для того, чтобы их приглашали коллективы в такие условия тоже, да? Конечно, 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 что готовы ко всему Ну, ладно, в общем, в Харем-Персистое Спасителя выступали Слушайте, ну, это патч Там где-то есть какие-то вот залы такие, выставки внизу Концертный, ну, там какой-то зал Вадим, ну, это была какая-то специальная программа или вот ваша постоянная? Это вот мы играли какой-то вот, нет, не наша, ну, такая все-таки она была такая Духовная больше? Нет, 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 мы играли Все-таки джаз Все-таки джаз Тихо-тихо, и вот мы там Так Какая-то была вот выставка, вот я не помню, очень давно была И выставка Мне кажется, это прекрасное обрамление для выставки, легкий джаз, слушайте Да А вы тоже хотели, да, храм Христа именно сказать? У меня Днешне просто описали Ну, для джазовых, вообще для музыкантов Ну, конечно, это, мягко говоря, да Не самое привычное место, где можно встретить музыкантов, ну, и джазовых, в частности, музыкантов Так, где еще, какие еще, может быть, на египетских пирамидах, может быть? Зимой на улице, да, зимой на улице О, да, на улице, да, это первый канал еще вас любят приглашать, я знаю, да Ведущие прогуливаются, как бы невзначай, как бы невзначай Рубрика закаливания Окестр здесь так ни с того ни с сего играется так как раз О, здрасте, здрасте На яхте? На яхте, даже на несколько дней А, точно было, три Да, 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 было на яхтах, соединенной На дальнего сквоза В японском или в Охотском море, я не помню Дорогие друзья, если у вас есть много вкуса и много денег, приглашайте джаз-дэнс Окестры, удивите ребят в какое-нибудь интересное экзотическое место Можно мы вас будем просить сейчас исполнить еще одну композицию, потому что очень хочется, чтобы побольше попали в программу Хорошо Вообще получается у нас получится, что мы успеем, если прям ускоримся, две исполнить Две? Ну попробуем Да Успеем Так, Вадим раздает ноты Что сейчас будет, мы не знаем Это песня 2011 года, это песня румынской певицы, вы ее очень все знаете и наверняка видели клип, я на самом деле клип не видела до того момента, как я пришла в джаз-дэнс Оркестр Я посмотрела Вадим просветил Нет, Вадим тоже просветил клип И решила, что сделаешь круче Мне кажется, я его просветила Понятно И лучше не надо смотреть клип, но я думаю, что мы в этом смысле и Вадим сделал поинтереснее Вы реабилитировали песню, да? Да, реабилитировали в глазах многих Итак Сделали ее удобно слушаемой Комфортной, да Даже для детей, вот это интересно Ну, я думаю, что Возрастной ценз Еще не угадали? Ах-х-х-х-х Ах-х-х-х ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА